Главным событием прошлого года городоначальник считает финансовую составляющую. Впервые за много лет бюджет большого города стал профицитным. Хабаровская казна получила доходы. За 2022 год удалось собрать более 19 миллиардов рублей. Расходы на городские нужды оказались меньше этой суммы на 30 миллионов. В течение года мы с вами, уважаемые коллеги, неоднократно пересматривали параметры расходов во всех отраслях городского хозяйства и социальной сферы. Бюджет города скорректирован на основе принципа максимальной мобилизации доходов для решения текущих вопросов и дальнейшего развития города. По словам мэра, за последние пять лет в экономику города и его социальную сферу привлечено более 536 миллиардов рублей инвестиций. В основном это новые торговые объекты. Построены крупные торговые и развлекательные центры – Броско-Молл, Стрелка, Космопорт. Состоялось открытие двух гипермаркетов Леруа-Мерлен. Благоустроены парки имени Гагарина и Северный. Хабаровск остается самым крупным городом на Дальнем Востоке. По данным последней переписи населения в краевом центре живут 617 тысяч человек. И треть всех хабаровчан – это молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Большой город не сдал позиций, хоть обстановка в стране и мире остается напряженной. Сегодня в отчете мы увидели основные направления развития нашего города, увидели, что динамика и город развивается, как и само городское хозяйство, несмотря на пережитую пандемию, несмотря на санкционное давление, несмотря на сложности с бюджетированием. Мы увидели положительную динамику развития города Хабаровска. Что касается перспектив, то развитие города на ближайшие годы определяется мастер-планом. Его совместно разрабатывает мэрия, госкорпорация и правительство края. В числе наиболее заметных проектов – объединение центральной набережной и речной дамбы по берегу Амурской протоки. Это будет самая протяженная пешеходная зона на Дальнем Востоке – около 9 километров. Александр Лихачев, Константин Пестерев. Большой город.